Параллельные прямые – это прямые, которые не пересекаются, то есть пересекаются бесконечности. Ну, бесконечности – это такое образное выражение. Вообще-то, ну, вот это действие. Две прямые. Вот они так, параллельные, параллельные, и они не пересекаются. А может, вы также знаете, вот есть такая аксиома параллельных. Какие-то бывают. И какой главный, что вы знаете про параллельные прямые? Одноручную параллельную. Да. Через точку, лежащую вне данной прямой, можно провести только одну параллельную прямую. Через точку, лежащую вне данной прямой. Можно провести только одну параллельную линию. Одну параллельную прямую. То есть, во-первых, что можно провести в параллельную прямую? Какая-то есть параллельная прямая. Но что она только одна. Если я хочу чуть-чуть повернуть в ту или другую сторону, то она будет не параллельной. То есть, где-то пересечена. То есть, значит, это аксиома параллельной. Аксиома это значит, что мы можем этим пользоваться без доказательства. Ну, чтобы ее доказать, надо что-то другое принять, принять. Мы не можем все доказать. Поэтому что-то мы должны принять без доказательства. Хорошо, значит, да. Это называется аксиома параллельной линии. А еще какие-нибудь свойства параллельных лучше? Что вы знаете? Как, например, по данным? Если через две параллельные провести секущие, то углы будут равны. Значит, есть эти через две прямые? Ну, и все углы. Провести еще третью, которая пересекает? Данное. Данное. А можно, кстати, она пересечь только одну прямую, а вторую не пересечь? Нет. Почему? Потому что по аксиоме параллельных прямых через одну точку нельзя прости две параллельные прямые. Представьте себе, что за это эта прямая, мы провели прямую жизнь, которая эту пересекает, а эту как-то почему-то не пересекает, так минует. Тогда будет противоречиваться всего. Если она не пересекает, значит, она называется, что она параллельная, и получилось, что через одну точку проходят две прямые параллельные. Данное. 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 Ну, otur. А, что можно сказать про эти, которые, вот здесь и здесь Как же равны, да один такой большой, а другой такой маленький? А не в сумме, да им 180. А почему, как это следует предыдущего? Поскольку следует повторительное, то... Предыдущее утверждение было такое, что этот угол равен этому. Да. А тот угол равен, сейчас угол, который... Значит, а этот плюс этот? Делать прямую углу. Ну 180. Значит, если они параллельны, то это церковый угол. Да. Значит, так вот есть также специальное учение. Вы можете пытаться догадаться... Это в учебнике геометрии есть специальные, старинные. Есть специальные термины. Интересно спортили вы догадаться, что они означают. Например, бывает такое... Слово... Внутреннее... Дальше я уже не знаю, что это где-то вместе или перепором, но... В попу, а отдельно... Накрест лежащее. Просто одно такое слово. Накрест лежащее. Ну так просто... Это... Это... Как вы думаете? Это какие... Какие углы в картинке? Внутреннее... Накрест лежащее. Какие? Так, покажете? Я все сомневаюсь сейчас. Какие из этих углов внутреннее нагрест лежащее? Нарисуйте. Вот этот... И вот этот. И это внутреннее нагрест лежащее. А где еще здесь внутреннее нагрест лежащее? Вот этот? Да. И вот этот. И вот этот, да. А какие углы... Может вы догадаетесь? Значит, внутренние нагрест лежащее углы равно углу. А какие углы называются внутренние односторонние? Вот этот и вот этот? Да. А также, естественно, вот этот и вот этот. И внутренний односторонний угл в сумме... Дает 180 градусов. Вот. И это является, ну как говорят, критерием параллельности. То есть, если прямые параллели, то углы равны. И если углы равны, то прямые параллели. И этим можно пользоваться при решении задач. Уж мы будем даваться.